В Европе бум на автомойке самообслуживания пришёлся на начало 2000-х. У нас подобные станции только-только набирают популярность. Но так ли на самом деле выгодно мыть машину самому? И на какие хитрости пойти автовладельцу, чтобы действительно сократить расходы? Расскажет Роман Кирсанов. Москвичка Екатерина регулярно заезжает на мойку самообслуживания. Девушка считает, что если машина не очень грязная, быстрее и проще помыть её самой. Иногда приятно просто приехать, бить пыль. А самое главное, это стоит 20-30 рублей. За 100 рублей можно её помыть полностью. Последние годы в России популярность моек самообслуживания растёт. По статистике, всего за 5 последних лет количество таких пунктов выросло с 5 до 17%. Мойка пользуется популярностью. В день приезжает порядка 250-300 автомобилей и все остаются довольными. Нету как таковой целевой аудитории. Приезжают таксисты сполоснуть машину, приезжают автомобили премиум марок, приезжают водители, приезжают люди в костюмах, наслаждаются этим процессом и уезжают. Главным преимуществом мойки самообслуживания считается низкая стоимость. В 2, а то и в 3 раза дешевле обычной. Однако в этих цифрах есть немалая доля лукавства. Многие как раз и сталкиваются с тем, что они внесли какую-то большую сумму денег и вынуждены бегать вокруг транспортного средства, потому что они заплатили и в конечном итоге вот эта экономия, она оборачивается не совсем экономией, а тратой лишних денежных средств. Для того, чтобы уложиться в скромные траты обещанной рекламы, придется пойти на хитрость. Решил помыть скутер, он у меня очень грязный и при этом сэкономить. Я максимально подготовился, взял губку, тряпку, привез с собой ведро, а всю мойку буду оплачивать монетами, посмотрим, сколько мне это встанет. Первые 20 рублей оплата одной минуты воды с напором. Как только деньги закончились, подача воды прекратилась. Ну, на скутерах хватило, но на машину, наверное, не хватит, придется доплачивать. Посмотрим, сколько мне выйдет пена. За испачканную одежду автомойка ответственности не несет, поэтому нужно быть аккуратным. На большинстве моек можно подойти к крану с водой и налить ведро чистой воды, в котором мыть тряпку, и тем самым можно сэкономить минимум рублей 20-30 на покупке воды с напором. Если автохимия вызвала ожоги на коже или аллергию, это веский повод жаловаться в Роспотребнадзор и обращаться за компенсацией в суд. Ну и вот теперь, чтобы всю эту пену смыть, мне придется купить еще две минуты воды с напором. Это еще 40 рублей, и того помыть скутер мне вышло в 90 рублей, но, соответственно, для машины это будет рублей 200 максимум. Так что при желании на мойке самообслуживания сэкономить все же можно, но для этого придется проявить смекалку и изрядно самому потрудиться.